Потому что Моисей, один из самых мудрых людей нашей планеты, сказал когда-то, у него на перстне было написано, и это пройдет, все проходит, даже зубная боль. Конечно, пройдет, все пройдет. Все, кто развязал войну, я думаю, понесут наказание, очень суровое. Потому что все равно есть народная мудрость, ее не обманешь. Побеждает всегда народ в любой войне. В Великой Отечественной войне тоже народ победил. И восстанавливает народ. Есть народная мудрость, народный иммунитет, сила народная внутренняя. И все будет. Ну, хочется Новороссия, значит, но это же действительно была Новороссия. Так же, как Литва, Эстония. И Новороссия была. Почему Эстония и Литве в Латвии можно, а Новороссии нет? И Галиция была, может быть, будет Галиция. Может быть, вот, видите, была Чехословакия. Сейчас Чехия, Словакия есть. Косово даже. С чем в мире, не только в Югославии бывшей. В мире многие не согласны. Потому что в Косово были корни сербской древнейшей нации. Это как если бы Суздаль отобрали у нас, или там сердце Германии какой-нибудь, и вдруг заселили бы его там африканцами. Это их страна. Косово даже. А почему Новороссия не может быть? Только это мирно должно быть. Жаль, что это через войну, через кровь. Это же ничего не меняет. Если люди живут в мире и доброте, исчезают границы. Новороссия. Или, например, Запорожская сечь. Почему не может быть? Вполне. Запорожская сечь. Это же целая страна, как они писали письмо турецкому султану. Пусть будет и Новороссия, и Запорожская сечь. Что это меняет? Ничего не меняет. Просто людям уютнее становится от этого. И они с большей любовью к территории относятся. Они чувствуют, что это вот... Вот общее, это не мое. А вот дачный участок, вот этот вот мой, и каждый дачный участок, это маленький рай. Так что вот, конечно, Новороссия. Да, будет Новороссия обязательно. И будет еще некоторое образование. Но надо, чтобы это мирно было. Мирно было. Единственное, с чем не согласны. Я вот много езжу ни в Швейцарии, ни в Германии, ни в какие страны посетил. Мальта, Китай, Болгария. С кем я только не говорил. Косово считают это... Люди нормальные считают, что это афера. Афера. Хотя я далек от политики. Я, честно говоря, не знаю как. Не знаю как. Я был в Белграде, и они оставили здания, разбомбленные американцами. Такое зрелище. Честно говоря, город красивый. Первый раз был. Я не ждал, что он такой красивый Белград. Вот эти стоят чудовищные здания. Все можно было решить все-таки мирно. Когда надо, американцы договариваются просто... Не знаю, годами ведут переговоры. Но тут вдруг это как-то на американцев не похоже. Потому что я очень много общаюсь с американцами. Я почетный житель двух городов США. У меня много друзей. Американский народ изумительный. Изумительный. И он прошел от простого ковбоя путь до образованнейшего. Построил образованнейшее государство. И народ очень интересный. Это опыт цивилизации нашей. Но кто прорывается к власти. Видит, династии какие-то возникли. То ругаются, что в Северной Корее от Ким Ир Сена все пошло к сыну. Дальше и так далее. А здесь появляются Буши, династии, Хи, Клинтоны. Как ты с простыми американцами общаешься, они совершенно мыслят по-другому. У них много мучаешься от толерантности, взгляду на жизнь, всепрощению. Такие люди интересные. Такая нация сформировалась. А какие они жанры музыки открыли? Кантри, дикселент, блюз, рэк-тайм, рок-н-ролл, олд-тайм-мьюзик, госпел, хард-рок. Хотя хард-рок там чуть-чуть такая игра. У нас уже очень серьезные ребята. Череповцы и Магнитогорские играют тяжелый металл. А там с легкостью. Я хочу сказать, что американское искусство очень сильно спасает Америку. Так же, как нас, Россию, русское искусство. Нас спасает Достоевский, Чайковский, Высоцкий, Акуджава, Большой театр. Нам прощают Россию. И так и Америку любят. За блюз, кантри, за рок-н-ролл, актеры американские. Они спасают нацию. А политики, не знаю, как так можно вести политику, чтобы столько врагов. У нас страна 240 миллионов. Обожали Америку. 240 миллионов начинает ненавидеть. И мне, любителю кантри-стиля, почетному жителю двух университетских городов, как мне нелегко как-то хвалить, защищать Америку. Что политики делают? Никогда нельзя доверять жизнь политикам. Мы, общество, люди искусства, учителя, врачи, мы должны их контролировать день и ночь. Только мы отпускаем возжиг, как говорится, и все. Они начинают садиться нам на голову. Поэтому, как сказал Достоевский, красота спасет мир. Красота. Красота – это искусство. Искусство. Спорт сильно, конечно, нас сплачивает. Спорт и искусство. Вот, собственно, две вещи. А политики разъединяет.